Преображенский монастырь один из старейших в Поволжье. В этом году отмечают 200-летие. Он существовал с 17 века и первоначально располагался у подножия Лысой или Алтынной горы. В 1814 году после пожара, уничтожившего здание и обители, монастырь был основан на новом месте. В советское время он был закрыт, поруган и разрушен. С середины 50-х годов прошлого века на этом месте действовал Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты. В 1994 на территории института, в сохранившемся храмовом здании монастыря, была обустроена церковь. Когда институт был расформирован, комплекс монастырских зданий передали Саратовской епархии. В 2011 году, согласно постановлению Священного Синода Русской Церкви, Спасо-Преображенский монастырь вновь открылся на своем историческом месте. О бывшем химучилище сегодня здесь напоминает только эта мемориальная плита. Учебное заведение, которое находилось здесь более полувека, было расформировано в 2009 году. И сегодня на этом месте возрождается Спасо-Преображенский мужской монастырь. Обитель здесь была обустроена в 1814 году. До этого времени она располагалась у подножия Соколовой горы почти два столетия, пока пожар не уничтожил практически весь Саратов. Было решено в связи с ростом города, чтобы монастырь не оказался в середине городской черты, перенести его за город. Тогда территория нынешней первой и второй дачной – это был далекий загород, и именно там и разместилось строение будущего монастыря. В обители было шесть храмов, главный из которых – Преображенский собор. В монастыре действовали дом для паломников и детский приют. Уже к концу 19 века в обители было несколько прославленных старцев, которым ходили на духовный совет не только жители близлежащих домов, но даже, как вспоминают мемуаристы тех лет, из-за Волги, то есть территории уже тогда Самарской епархии. В 1929 году часть монастырских строений была разрушена, часть впоследствии перестроена до неузнаваемости. Там, где были покои настоятеля, расположился штаб военного института, а в братском корпусе обустроена поликлиника. Из всех храмов уцелело только одно здание – храмовое имя святого Дмитрия Солунского. Раньше здесь было помещение, это была библиотека, где алтарь, там стоял бюст Ленина. Николай Шибанов 9 лет возглавлял военный институт радиационной, химической и биологической защиты. Принимал активное участие в восстановлении Солунского храма, который был открыт на территории части в 1994 году. Сегодня Николай Павлович благодарен Господу за то, что довелось служить в этом святом месте. Ведь именно здесь, участвуя в возрождении духовной жизни, он стал ближе к церкви. Вот как раз штаб, вот два окна, вот мое рабочее место на кабинет. Как раз окна были в эту сторону. Когда был тяжелый момент, я всегда смотрел, молился, и все, весь мир представлялся совсем уже другим. Намного легче было. В большие праздники Николай Павлович часто приходит в этот храм вместе со своей супругой. Мы здесь венчались со своей супругой. Тоже для нас знаковое событие. Для нас это как дом родной. К западу от храма Дмитрия Солунского было кладбище. В годы советской власти оно было разрушено. Его просто сравняли с землей. Еще довольно долгое время здесь находили человеческие останки и личные вещи погребенных. Довольно-таки много таких вещей, по которым можно определить, что это люди такого высокого уровня, остановники или какие-то высокие должностные лица. Помимо братьей, здесь хранили именитых саратовцев. В их числе два губернатора. Погребены на монастырском кладбище и основатели саратовского цирка – братья Никитины. Никитины были ктитрами Преображенского монастыря. В частности, на их средство был построен один из храмов. Так что, кроме основания цирка и цирковой деятельности в нашем городе, они были и благотворителем монастыря. Вот только этот факт в советские годы старались лишний раз не вспоминать. Четыре года назад историческая территория монастыря была передана Саратовской епархии. В 2011 году Священный Синод Русской Православной Церкви постановил открыть Спасо-Преображенский мужской монастырь. Сегодня немногочисленные пока братья обустраивают обитель. Предстоят большие строительные работы. В первую очередь необходимо возвести Спасо-Преображенский собор. Карафưa dialит Русской Корректор А. Кацаны. Рассланд Русской Православной Церкви. Рассланд Русской Православной Церкви.